сегодня тема нашей лекции геодезические работы при строительстве и эксплуатации подземных коммуникаций съемка подземных инженерных коммуникаций лекция будет состоять из нескольких отдельных вопросов вопросы представлены на слайде я все-таки зачитаю некоторые из них первый вопрос который будем рассматривать это общие сведения подземных коммуникаций чтобы научиться различать отличать их на планах и соответствует реальной жизни второй вопрос это создание съемочного опоснования для выноса разбивки и строительства подземных коммуникаций следующие это разбивка подземных коммуникаций геодезические работы при этом виде работ состав инженерных геодезических работ при съемке подземных коммуникаций способы съемки существующих видов подземных коммуникаций и приборы поиска подземных коммуникаций. На слайде представлены цель и задачи, которые предусматриваются темой этой лекции. Цель обуславливает формирование профессиональной компетенции номер 6, которая звучит как готовность получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию о инженерных сооружениях. Реализуя эту цель, мы будем стараться готовить и просматривать следующие задачи. Это подготовка к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ и формирование знаний по технологиям получения, обработки информации о выполнении специализированных инженерно-геодезических работ, предысканиях, проектирования, строительстве, съемки инженерных объектов. Итак, то, что касается первого вопроса, которым звучит общее сведение о подземных коммуникаций, следует сказать следующее. На застроенных территориях городов и поселений и промышленных площадках проходит много различных видов подземных коммуникаций и специальных сооружений для них. Надо научиться различать их. Подземные коммуникации, в общем, это линейные сооружения, которые служат для транспортирования жидкостей и газов, передачи электроэнергии и информации. Различают несколько видов подземных сооружений или подземных коммуникаций. Это трубопроводы, кабельные линии и коллекторы. К трубопроводам относят водопроводы, канализации, газоснабжения, нефтепроводы. Итак, они делятся на водопроводы. Вот здесь вот на слайде хорошо это видно, как раз скрытая подземная коммуникация водопровода, газопровода, нефтепровода и канализации. Немного поговорим о каждом из этих видов. Кабельные линии передают электроэнергию и подразделяются на сети высокого напряжения, электрофицированного транспорта или уличного освещения, сети низкого напряжения, это телефонные, телеграфные, радиовещания и другие. И состоят из кабелей, прокладываемых на глубине до 1 метра, распределительных шкафов и трансформаторов. Подземные коллекторы. Коллекторы предназначены для совмещенной прокладки инженерных коммуникаций различного назначения. Для сети различного назначения предусматривается, как правило, совместное размещение коммуникаций в общих траншеях, тоннелях или каналах. Вот на слайде как раз показано изображение такого коллектора. Водопроводы. Водопровод состоит из водопроводных станций и водоразводящих сетей. Водоразводящая сеть делится, соответственно, на магистральную сеть, на слайде показано на левом рисунке, и распределительную сеть. Магистральная сеть отличается тем, что трубы имеют определенный диаметр. Это от 400 до 900 мм. И обеспечивает водой целые районы. Отходящая от нее распределительная сеть, она подает воду уже как к отдельным домам, промышленным объектам или промышленным предприятиям. То, что касается водопровода, следует отдельно сказать еще о таких видах, как водотоки, которые служат для отвода дождевых и талых вод, а также воды от мытья и поливки улиц. Водосточная сеть состоит из труб, дождеприемных и перепадных колодцев, выпусков водоема и овраги, и по водосточным колодцам присоединяются водосточные трубы зданий и сооружений. На схеме, представленном на слайде, как раз видны вот эти виды инженерных сооружений, которые закрыты сверху, еще как вот показано на слайде, вот такими специальными устройствами. Но, тем не менее, инженер должен их уметь увидеть и обозначит. Следующий вид инженерных сооружений – это газопроводы. Служат для транспортировки газа и подразделяются на магистральные и распределительные. К магистральным газопроводам относят трубы значительного диаметра до 1600 мм. На газопроводах устанавливают запорные краны, конденсатосборники, нюхательные трубки, регуляторы давления и другую аппаратуру. На пятом курсе, когда мы будем с вами изучать следующую часть прикладной геодезии, мы будем очень подробно говорить о магистральных нефтепроводах, о способах их проектирования, прокладки и, соответственно, о назначении этих видов работ и о выборе тех или иных сетей и труб, для того, чтобы выполнить этот проект. Различают газопроводы для бытовых нужд. Это газопроводы, которые идут от хранилищ в районные застройки, соответственно, по проездам, и от них уже отходят в отдельные здания и сооружения. Газопроводы для бытовых нужд могут иметь подземные строения, как вот показано здесь по схеме и на схеме этого слайда, а могут иметь надземные сооружения. Вот здесь как раз показаны подземные сооружения. Глубина заложения от поверхности этих сетей от 0,8 до 1,2 метра. На газопроводах предназначен для бытовых нужд также устанавливаются запорные краны, конденсаты, сборники, нюхательные трубки, регуляторы давления, которые должны обеспечивать бесперебойную работу и, соответственно, наблюдение за ходом эксплуатации этого газопровода. Следующая инженерная коммуникация – это сети теплоснабжения. Теплоснабжение бывает местным от котельных, местных котельных и централизованным от теплоэлектроцентрали, а также водяным и паровым. Тепло подают по трубам прямой подачи и возвращаются по трубам обратного отвода. Эта сеть коммуникаций состоит из металлических труб, задвижек, размещенных в камерах, воздушных и спусковых кранов, конденсатных устройств и компенсаторов. Диаметр труб достигает до 400 мм. Под землей прокладывают железобетонные коробки, короба, извиняюсь, и при наружной прокладке с изоляционным покрытием, для того, чтобы было меньше потерь. Канализационные сети обеспечивают удаление сточных изогрязненных вод на очистные сооружения и состоят из чугунных, железобетонных, гофрированных труб, смотровых и перепадных колодцев, станций перекачки. Вот здесь показаны виды канализационных сетей. Это ливневая канализационная сеть. Она имеет вот такие наружные входы, ливневые колодцы, соответственно, собирающиеся в общий источник. Самотечная канализация, она подземная канализация, подводящая канализационные системы строительства нового дома в виде таких гофрированных труб. Эти трубы диаметром от 150 до 400 мм. проектируются и закладываются в период строительства сооружений. Итак, вопрос номер два, который был освещен в содержании, это создание съемочного обоснования. Для выноса проекта сети любого вида в дальнейшем сопровождении их строительства, выполнении исполнительной съемки, выполнении предшествующих разбивочных работ создают съемочное обоснование, которое развивает от пунктов государственной геодезической сети, имеющихся на местности, и пунктов высотного обоснования, имеющихся на местности, обнаруженных во время рекогностировочных работ. Разбивочным работам предшествует создание опорной геодезической сети съемочного обоснования, от пунктов которого оно и выполняется. В качестве опорной сети могут служить пункты триангуляции, пункты полигонометрии. Плановое положение в качестве самостоятельной опоры представляет собой систему ходов по точности, удовлетворяющей съемкам в масштабе 1,500. И создают съемочное обоснование с целью сгущения плановой сутной сети до плотности, обеспечивающей выполнение съемки ситуации рельефа. И, как уже было сказано, развивает от пунктов государственной геодезической сети и технического нивелирования. На слайде показаны некоторые схемы, которые помогают представить, как можно развивать съемочную сеть. Съемочная сеть развиваться может теодолитными ходами или как микротреангуляционная сеть. Также могут использоваться различного рода засечки, прямые, обратные, комбинированные, но они должны быть в соответствии выполнены с заявленной аналогичной точностью. Для угловых измерений могут использоваться различные точности теодолиты, указанных здесь марок, или электронные тахеометры. Линейные измерения лучше всего выполнять электронными тахеометрами в совокупности с угловыми, если этим прибором выполняются измерения. Можно также светодальномерами или компонированными стальными рулетами и лентами. Существуют определенные требования при создании съемочного обоснования к проложениям теодолитных тахеометрических ходов. Условия следующие. Максимальная длина ходов не должна быть более 0,6 км на застроенной территории. Относительно невязки в теодолитных ходах, в тахеометрических ходах не должны быть более 1,002. Абсолютные должны превышать на застроенной территории 0,25 м, на незастроенной территории 0,4 м. При съемке в масштабах 0,5 м и 0,1000 допускаются лисячие ходы длиной не более на застроенной территории 150 м при двух точках поворота, а на застроенной территории не более 150 м при трех точках поворота. Длина линий в теодолитных ходах не должна быть более 350 м и не менее 20 м на застроенной территории и, соответственно, 40 м на незастроенной территории. Создание съемочного обоснования может быть выполнено с помощью глобальных навигационных спутниковых систем. Для того, чтобы запроектировать и выполнить этот вид работ, следует воспользоваться инструкцией по развитию съемочного обоснования при съемке ситуации и рельефа, которая указана здесь на слайде. Плановые координаты и высоты пункта съемочного обоснования с применением глобальных навигационных спутниковых систем определяют построение съемочных сетей или методом висячих пунктов, так называемых методом висячих ходов, о которых мы говорили до этого. Предельные погрешности в положении пунктов относительно пунктов государственной геодезической сети не более 0,2 м на открытой местности и на застроенной территории 0,3 мм при крупномасштабной съемке в закрытой местности. В соответствии с заданным масштабом съемки и высотой сечения рельефа выбирают метод спутниковых наблюдений и метод определения развития съемочного обоснования. Вот здесь вот на слайде показаны схемы развития съемочного обоснования. Эта схема, которая может быть использована в качестве съемочного обоснования как сеть или как схема представлена как схема в виде висячих пунктов. При планировании развития съемочного обоснования методом висячих пунктов нужно запроектировать определение линий от каждого пункта съемочного обоснования до ближайших к нему пунктов геодезической основы для того, чтобы был обеспечен контроль. Вот здесь на слайде показаны рекомендации по применению методов развития съемочного обоснования и методов спутниковых определений для различных масштабов съемки. То есть метод развития съемочного обоснования и метод спутниковых определений зависят от масштабов съемки, представленных первым столбиком Метод развития съемочного обоснования может быть выполнен, как было представлено на слайде, либо определением висячих пунктов, либо построением сети. И тогда, в зависимости от масштаба, следует выбирать метод спутниковых определений, либо быстрой статики или реоккупации, либо, если идет речь о создании плановысотного обоснования, то построением сети. Но при этом метод спутниковых определений также рекомендуется в зависимости от масштаба быстрой статики или реоккупации, либо просто статистический метод. Вот эта таблица позволяет в зависимости от масштаба, рекомендует, вернее, в зависимости от масштаба выбирать тот или иной метод развития съемочного обоснования и, соответственно, метод спутниковых определений. Следующим этапом, о котором было заявлено на лекции, третьим вопросом, это разбивка подземных коммуникаций и геодезической работы при их укладке. Сейчас мы сначала поговорим, вернее, существует несколько способов. Один из них – это открытый способ работ при прокладке подземных коммуникаций. Разбивочные работы по устройству траншей начинают с выноса на местности оси трассы и характерных ее точек, то есть центров колодцев, углов поворота, промежуточных створных точек и так далее. Исходными документами для этих целей является проектный план и профиль трассы, на основании которого, по сути дела, выполняют разбивочный чертеж при трассировании линейных сооружений. Схема этого разбивочного чертежа показана вот здесь на слайде. Более подробно мы сейчас поговорим о этой схеме, вернее, мы поговорим о том, как выполняется вынос на местность оси трассы. Ну, как известно, что вынос оси трассы производится от имеющихся на местности пунктов геодезического обоснования, созданного тем или иным способом, о которых мы говорили ранее. И уже от пунктов геодезического обоснования, указанного здесь вот на всеми яркими такими точками голубыми, используют известные способы. Способ полярных координат, способ перпендикуляров, линейных засечек. От создаваемого теодолитного хода прокладывает вдоль трассы, прокладывая ему угол вдоль трассы, извиняюсь, выносит и закрепляет углы поворота трассы. Вот они здесь указаны на слайде в качестве углов поворота трассы. От исходного обоснования откладывают заранее вычисленный угол, который дает нам направление на положение первого пикета нулевого трассы. И затем уже в створе находят положение следующего пикета. Выносят и закрепляют эти углы поворота трассы на местности. А далее уже с этого створа, закрепленного на местности, известными способами, можно, соответственно, выносить саму трассу. По мере удаления трассы от пикета, створ линии можно задавать теодолитом и, последовательно, перемещая его с одного пункта на следующий пункт. Вот таким образом можно разбить линию на пикеты. Ось трассы разбивает на пикеты, каждый из которых на местности закрепляют. И с этих пикетов уже можно выполнять съемку. Итак, следующий вопрос, который будет освещен в этой лекции, это геодезическое сопровождение производства земляных работ при подготовке и укладке траншеи. Для производства земляных работ трассу будущей коммуникации закрепляют колями через 5-20 метров. Закрепление должно быть выполнено вне зоны земляных работ, потому что иначе они будут уничтожены, пункты, закрепляющие эту трассу во время производства земляных работ. После этого уже при строительстве используют так называемую обноску. Каким образом работает этот простой способ? Отметку на обноску, на рисунке это показано под пунктом 3, на обноске имеется такая горизонтальная пластиночка, деревянная пластинка. Вот эту отметку на эту деревянную пластинку обноске передают с нивелирного хода, который был создан ранее и были пункты обозначены на местности. Если из заданной длины ходовой визирки вычислить разность вот этой вот отметки обноски и проектной отметки на траншеи, аж проектная, то получится высота опорной визирки на каждой обноске. И в общем-то способами визирок проектные отметки могут быть определены с достаточной погрешностью 2-3 см на уклонах больше чем 0,003 мм. При уклонах меньше чем 0,003 мм все работы по укладке трубоколодцев производят с помощью нивелира. И нивелиром же проверяют укладку каждой трубы, то есть по сути дела определяют отметку дна канавы, в которую укладывается вот эта вот труба. При строительстве трубопроводов используют также лазерные приборы. Это визиры, диаголиты, нивелиры. На слайде показано многообразие этих приборов, их на самом деле конечно больше, многие фирмы занимаются выпуском этих приборов. Эти приборы позволяют устанавливать лазерным пучком линию заданного уклона, как горизонтальной, так и вертикальной плоскости, по которой определяют ось траншеи, ее глубину, а также производят укладку труб. При рытье траншеи используют специальные лазерные системы, управляющие рабочими органами землеройной машины, а при укладке труб применяют и лазерные комплекты, в которые входят лазерные визиры, штативы, позволяющие изменять высоту пучка лазера от 30 до 200 см, а также контрольные марки, самоцентрирующиеся по оси трубопровода. Применение лазерных приборов особенно эффективно при строительстве самотечных трубопроводов, большого диаметра трубы от 800 до 1500 мм. Для того, чтобы выполнять все предшествующие и последующие работы, следует пользоваться нормативными документами. К нормативной базе этих документов относятся, конечно, их множество на самом деле, но вот здесь основные, которые надо бы знать. Это свод правил инженерных геодезийских изысканий для строительства, актуализированная редакция. Часть вторая посвящена выполнению съемки подземных коммуникаций при инженерных геодезийских изысканиях для строительства. Есть еще и руководство по геодезийским работам при устройстве подземных коммуникаций. Тоже актуализирована версия этого руководства. На основании этих документов можно сказать, что необходимость съемки возникает в случаях отсутствия или недостаточной полноты и точности исполнительной съемки. Съемку подземных коммуникаций выполняют в сочетании с топографической съемкой участка местности или с использованием ранее составленных топографических планов. Подземные коммуникации на застроенных территориях городов и сельских поселений размещают преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами и разделительными полосами. На промышленных предприятиях и узлах инженерные сети размещают в технических полосах, обеспечивая занятие наименьших участков территории и увязку со зданиями и сооружениями. На площадках промышленных предприятий предусматривается наземный способ размещения инженерных сетей. Вот на слайде как раз видно, как эти инженерные сети располагаются, визуально их можно наблюдать, это дает возможность за ними наблюдать и, соответственно, выполнять, принимать необходимые решения в случае каких-либо ситуаций, возникающих с ними. Подземные сети, как правило, прокладывают вне проезжей части автомобильных дорог. Вот на слайде хорошо это видно. При бесканальной прокладке допускается размещение инженерных сетей в пределах обочин дорог. В сводах правил и инструкции указывается технологическая схема геодезических работ при съемке существующих подземных коммуникаций. Технологическая схема предусматривает следующие этапы. Первым этапом это создание плановых исходных съемочных сетей. Далее производство топографической съемки участки, включая съемку всех сооружений подземных коммуникаций. Это вместе с вводами зданий и другими элементами внешних разбивочных сетей. Следующий этап это составление предварительной схемы сетей с использованием результатов топографической съемки и данных других организаций. Следующий этап это рекогностировка участка местности на предмет обследования колодцев, имеющихся на участке съемки и имеющихся в других подземных коммуникаций. Уточнение схемы сетей путем реагностировки и шурфования и определения мест для работы с трубокабельноискателями. Поиск и съемка скрытых подземных коммуникаций. И результатом всего этого составление плана инженерных сетей, совмещенного с топографическим планом местности. И эксплуатация колодцев подземных инженерных коммуникаций. Здесь на слайде показан фрагмент плана, топографического плана с нанесенными на нем сетью подземных коммуникаций различного рода. Все виды подземных коммуникаций оформляются согласно условным знакам и соответственно представляются на плане. Съемка подземных инженерных коммуникаций в зависимости от назначения создаваемых планов, характера территории, плотности размещения сетей выполняется в масштабах от 1,00 до 1,500, в отдельных случаях 2,00 масштаб. Требования точности плановой съемки всех видов коммуникаций примерно одинаковые. На застроенных территориях среднеквадатическая погрешность в положении отдельных линий между собой по отношению к контуру сооружений составляет 0,1 до 0,15 метра. На незастроенных территориях с редкой сетью коммуникаций эта погрешность может доходить до 0,5 метра. Точность высотной съемки коммуникаций зависит от требований к соблюдению проектных отметок и уклонов. Так, для самотечных трубопроводов погрешность в отметках лотков соседних колодцев допускается не более 5-10 мм, а отклонение от проектных уклонов от 10 до 20% от величины самого уклона. При выполнении съемки инженерных коммуникаций необходимо выполнять все точные требования по детализации имеющихся элементов инженерных коммуникаций. Поэтому к объектам съемки можно относить центры люков, колодцев и камер, выходы на поверхность труб и кабелей, вводов инженерных коммуникаций в здания или в местах земляных работ, водоразборные колонки, распределительные шкафы, трансформаторные будки под станции, станции перекачки, тепловые пункты и другие сооружения технологически связаны с существующими подземными коммуникациями. При инженерных изысканиях выполняется исполнительная съемка вновь проложенных подземных коммуникаций и съемка существующих подземных коммуникаций. Исполнительная съемка подземных коммуникаций выполняется в процессе и по окончании строительства до засыпки траншеи. Съемка существующих подземных коммуникаций выполняется в случае отсутствия, утраты или недостаточной полноты и точности имеющихся материалов исполнительной съемки. При этом подземные коммуникации для съемки предварительно отыскивают методом шурфования или с помощью специальных приборов поиска подземных коммуникаций, трубокабельно-искателем. Исполнительные съемки независимо от видов подземных коммуникаций снимаются все детали инженерной коммуникации. Это колодцы, люки, углы поворота, прямолинейные участки по оси подземной сети через 50 метров, места изменения уклонов коммуникации диаметра труб и места присоединения и ответвления. По каждому отдельному виду подземной инженерной коммуникации съемки и определению подлежат. По водопроводу и трубопроводу специального технического назначения, к которым относятся нефтепровод, мазутопровод, маслопровод, золотопровод и другие, снимаются пожарные гидранты, задвижки, вантузы, аварийные выпуски, водоразборные колонки, упоры на углах поворота и указываются и определяются диаметры труб. В инженерных коммуникациях, относящихся к теплосети, выполняя детальную съемку и обозначают на планах компенсаторы, задвижки, неподвижные опоры, наземные павильоны над камерами, габариты зданий центральных тепловых пунктов, диаметры труб также измеряются и указываются на плане. По газопроводу съемки подлежат регуляторы давления, задвижки, гидравлические затворы, контрольные трубки, компенсаторы, заглушки, габариты газораспределительных станций и диаметры труб. По электрокабелю это места выходов на стены зданий и опоры, сечения блоков или каналов по внешним габаритам, число каналов, линейные и тройниковые муфты, трансформаторы, габариты зданий и тепловых сетей от станций. По слаботочной сети это коробки, шкафы с указанием их типа или стандарта, сечения блоков или каналов по внешним габаритам, число каналов и развертки колодцев. В состав исполнительного чертежа, который выполняется уже после окончания исполнительной съемки, входит Топографический план в масштабе 1,500 или 1,000 существующим и вновь построенный подземными коммуникациями, продольный профиль по оси построенного сооружения, планы и разрезы колодцев и камер, поперечные сечения коллекторов, каналов, футляров с указанием диаметров расположенных в труб и марок кабелей. И также прикладывается каталог координат углов поворота. Съемка существующих подземных коммуникаций производится одним из известных способов. Это полярный способ или способ перпендикуляров и засечек. Производится электронным тахеометром или теодолитом с точек съемочной сети. При полярном способе измеряются углы одним полуприемом, а линии в одном направлении. Чуть позже, чуть ранее было заявлено о том, что одним из методов, которым можно выполнять, обнаружить вернее существующую коммуникацию для съемки, это является метод шурфования. Шурф, этим словом в геологии обозначает вертикальное или наклонное углубление в земле для поиска и разведки полезных ископаемых. Для обнаружения подземных коммуникаций также можно использовать этот метод. Сечения таких устройств, которые используются при шурфовании, бывают круглые, прямоугольные, квадратные. Основная особенность это небольшие параметры от 800 до 4000 миллиметров и глубина до 40 метров. В крайних случаях для обнаружения подземных коммуникаций используют металлические штыри, которые могут помочь. Несмотря на то, какая это будет коммуникация, потому что коммуникация связана с электроповодами, этого конечно делать нельзя. Для того, чтобы выполнить обнаружение подземных коммуникаций без использования метода шурфования, используют другие способы, в основе которых положены приборы поиска подземных коммуникаций. Приборы поиска подземных коммуникаций могут помочь обнаружить подземную коммуникацию либо контактным, либо бесконтактным способом. Контактный способ является наиболее точным. В этом способе генератор в удобном месте подключается непосредственно к искомой коммуникации. И уже на расстоянии 8-10 метров по направлению перпендикулярному коммуникации генератор заземляется. После соответствующей настройки генератора и включения приемного устройства начинает поиск. Для определения направления трассы антенну разворачивают в горизонтальной плоскости до получения минимального сигнала, то есть наименьшей громкости звучания. Тогда направление оси антенны укажет на направление трассы. Бесконтактный способ применяют, когда подключение генератора к турбопроводам и кабелям невозможно или нежелательно. В этом случае работающий генератор заземляется в двух или более точках, создавая тем самым вокруг коммуникации электромагнитное поле. И для поиска коммуникации используется отраженная величина этого поля. Методика поиска аналогична контактному способу. И последний вопрос, о котором мы будем говорить в этой лекции, это приборы поиска подземных коммуникаций. Для этой цели применяют специализированные электронные приборы трубокабели-искатели, трассы-искатели, кабели-искатели и искатели трубопроводов. На этом слайде показан принцип поиска подземных коммуникаций, индукционный метод поиска. Создается электромагнитное поле вдоль проводника с током. И источником тока специальной частоты служит генератор, подключенный к искомой инженерной коммуникации. Вот здесь на слайде показана принципиальная схема, индуцированные токи, которые могут быть обнаружены, которые, вернее, создаются подключенным генератором. И вот здесь уже специалист может обнаружить и услышать вот этот звуковой сигнал, по которому можно будет определить, обнаружить, вернее, подземную коммуникацию, заложенную в этом створе. Существует множество разновидностей приборов для поиска подземных коммуникаций. Трассы-искатели Stalker 7514 отображают все показатели на экране, на дисплее. Прибор выявляет силу тока и глубину, на которых лежат коммуникационные линии, на всех активных частотах. Ведется при этом автоматическая запись показателей. Предназначен прибор Stalker 7514 для определения местоположения глубины залегания поддельной коммуникации. Например, силовых кабелей и трубопроводов различного назначения. Определение мест повреждения силовых кабелей и выявление мест несанкционировано подключением магистральным линиям. А также используется для обследования территории перед проведением каких-либо видов работ. Поговорим еще об одном приборе, об одном из видов трассы-искателей марки, которая представлена на слайде. Он предназначен для поиска мест прохождения токопроводящих коммуникаций и обеспечит возможность простого и точного их обнаружения. Данные приборы позволяют проводить поиск кабелей инженерных коммуникаций без подключения генератора. Это, в общем-то, и вот особенность. Следующий вид этой же марки трассоискателя используется для точного определения местоположения глубины залегания подземных линий электропередач и различных трубопроводов. А также выявление мест подключения к магистральным линиям. Просто в управлении и не требует отдельных еще подключений генератора. Следующий трассоискатель. Уникальность этого прибора в том, что он может работать как в активном режиме с подключением генератора в трассе, так и в пассивном режиме без использованных генераторов. При этом поиск можно вести на трех активных и двух пассивных частотах. Еще один прибор трассоискатель серии 3М разработан с использованием современной микропроцессорной технологии обработки цифровых сигналов и позволяет быстро и эффективно находить не только места залегания и повреждения, а способен выявлять неметаллические коммуникации. Вот это можно отметить как его особенность. Трассоискатель серии RR20 обладает уникальным методом кругового наведения на протяженный объект, расположенный под землей. Данная технология позволяет отображать на экране прибора на дисплее. Наблядную схему расположения коммуникации называется система картографического отображения. Он еще удобен тем, что у него имеется вот такой вот способ его передвижения. Трассоисковый комплект для поиска пластиковых и неметаллических труб, а также места утечки жидкости из трубопроводов. Многофункциональный комплект, в котором объединены три устройства. Трассоискатель по электромагнитному сигналу, трассоискатель по акустическому сигналу и течеискатель. Вот это его основные особенности. Вот так он выглядит. Способы съемки подземных коммуникаций. Они, в общем-то, обычные способы, которых вы уже знаете. Это способ координирования, способ перпендикуляра, способ засечек и полярный способ. О них мы подробно говорили на предыдущих лекциях, поэтому здесь я о них говорить не буду. Для того, чтобы можно было проконтролировать себя о том, как вы усвоили материал, на этом слайде представлены вопросы для самоконтроля. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, здесь, на следующем слайде, представлена рекомендуемая литература. Согласно данным, сведениям, полученным из этой лекции, из рекомендуемой литературы, вы успешно можете ответить на предложенные вопросы и усвоить этот материал. Спасибо за внимание. Продолжение следует...